Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова Елена. Продолжаем рассказывать о Луне. Теперь уже с пласта мифологических историй о Луне переходим в пласт астрономии или астрологии, как хотите это назовите. Дело в том, что Луна это естественно спутник Земли. Надеюсь, вы это все знаете и понимаете. И руль ее для самой даже Земли, для физиологии Земли очень высока. Дело в том, что именно Луне подчиняются приливы и отливы мировых морей и океанов. Это совершенно понятно. Помимо этого, Луна считается родоначальницей жизни на Земле. Ученые очень долго искали, откуда к нам пришла жизнь. И выяснилось, что все-таки жизнь зародилась в водах океана, поэтому так или иначе к Луне это имеет непосредственное отношение. То есть зарождение жизни на Земле это ее, можно сказать, рухтворение. Поэтому в данном случае, говоря о Луне, отдадим должное ее могуществе и силе. Понятное дело, что, как и Солнце, Луна была отмечена как одной из основных божеств и планет, важных для Земли. В древние времена было замечено, что Луна и Солнце друг друга как бы сменяют и чередуются. Соответственно, естественно, было бы понять, что, как мы понимаем, солнечные сутки, точно так же существуют и лунные сутки. Лунные сутки складываются в такие же годы, какие мы привыкли отчитывать по Солнцу. Поэтому нам сейчас надо просто разобраться с этим. И когда мы разберемся, мы вплотную подойдем к такому явлению, как и Лунный календарь. Лунный календарь используется с древнейших времен. Казалось бы, для чего это нужно знать нам? Но я вам могу сказать, дорогие мои друзья, и к концу нашего беседа Луни вы поймете. Существует такое понятие, плодородные или неплодородные знаки. Существует такое понятие, посевной календарь, который очень широко используется в сельском хозяйстве. Если у садоводов и огородников есть голова на плечах, они всегда размеряют свою сельскохозяйственную работу и с лунным календарем. Почему это так? Потому что одни знаки сопутствуют росту семян, вторые знаки сопутствуют, наоборот, тому, что семечка будет слишком долго прорастать. Зато в эти неплодородные дни очень выгодно поливать огородные культуры или устраивать прополки. В плодородные дни очень активно все растет, а в неплодородные принято собирать урожай. Но это я так галопом по Европам, к этому еще мы с вами вернемся. Плодородность и неплодородность знаков определяются именно влиянием Луны. И именно при нахождении Луны в том или ином знаке зодиака мы и соответствуем, собственно, своими делами. Получается, что вот если, например, Луна в Козероге, у нас очень удачно проходит прополки. Это если мы опять же крутимся вокруг сада и огорода. А вот если, например, Луна в Раке, мы начинаем, например, окучивать наши растения или их подрезать. Но, напоминаю, это вам для общего развития, чтобы вы поняли, что Лунный календарь это очень важная история. Где еще можно использовать Лунный календарь? Именно по Лунным дням можно планировать свою жизнь. Есть дни, которые очень важны и которые нельзя пропускать в каждом месяце, поскольку вы же понимаете, что Лунный месяц прошел и Лунный месяц начался. Это же совершенно очевидно. И Лунные дни каждый месяц повторяются. И вот когда вы планируете свою трудовую неделю, вы можете под очень продуктивные дни планировать свои важные дела. А те дни, которые не сулят особой помощи в ваших делах, можете провести, назначив на них мини-глобальную работу. И так у вас появляется планирование. Если привязаться в своем планировании к Лунным дням, вы очень удивитесь, насколько гармонично будут удаваться вам те или иные дела и насколько правильно будет гармонизирована ваша жизнь. Пока не имеешь информации, трудно это проверить. Но когда вы ее получите, очень рекомендую вам заняться тем, чтобы привязать свою жизнь к Лунному календарю. И я, и моя дочка, которой я, собственно говоря, когда-то об этом рассказала, мы практически всю свою жизнь планируем по Лунному календарю. Я для того, чтобы не путаться и не высчитывать, какой там у нас Лунный день, просто покупаю отрывной календарь, где указываются, какие Лунные сутки заходят, какие выходят. Соответственно, планирую свою неделю и стараюсь соответствовать. Так что вот такие, дорогие мои друзья, у нас с вами впереди перспективные дела. Мы уже практически готовы начать их обсуждение. Итак, плавно подходим к Лунным суткам. Лунные сутки, как и солнечные, конечно же, существуют. И они для нас, естественно, буквально каждый день. Но если мы солнечные сутки понимаем так, что в них 24 часа, то Лунные сутки чуть длиннее солнечных, на 48 минут каждый день. Поэтому, в общем и целом, это так для общего развития. Для вас уже все эти строгие подсчеты и прочее давно сделали те, кто нам печатает в календаре. Я чаще всего беру именно тот отрывной календарь, где указывается не только восход и заход Солнца, но также восход и заход Луны. А также, соответственно, выведены какие-то по счету Лунные сутки. Я вам уже давала легкий намек на то, что это достаточно важно, знать, какие зашли Лунные сутки. Как рассчитывают ученые эти Лунные сутки? Именно с момента, когда вы видите восход Луны над горизонтом, а также ее момент захода над горизонтом, и считаются теми Лунными сутками, о которых мы говорили. Для вас они уже высчитаны. И когда вы увидите календарь, у вас, допустим, будет написано 14-й Лунный день, восход, например, там будет у вас 12-30, 24-30 ночи, к примеру, но это, образно говоря, заход там, например, 11-30 утра. Дело в том, что вы давно уже Луну, быть может, не видите. Лично вы с этой точки, с которой смотрите на небо, для вас уже давно наступило утро, а где-то ночь еще продолжается. Ведь Земля крутится, Луна движется по отношению к Земле, тоже по определенной орбите. Поэтому, дорогие мои друзья, все напоминаю грязную работу и также нудные подсчеты. За нас уже сделали. Они внесены в обыкновенный, а отрывной календарь. Для того, чтобы вы могли правильно использовать эту информацию, вам остается только воспользоваться этим календарем. И в свете этого, поглядев, какие очередные сутки наступают в нужный для вас день, спланировать, удачен он для ваших начинаний или нет. Я вам могу сказать, что лично я всегда ожидаю первые лунные сутки. Первые лунные сутки отчитываются от новолуния. И если разобраться по своей длине, по своим размерам, лунные сутки практически идентичны друг другу. Явно отличаются от них это первые и тридцатые сутки. Они оба привязаны к новолунию и не зависят от восхода и захода луны. Вот когда наступила новолуния, отсюда идет отчет. Поэтому бывает такое, что в месяце то 29 лунных суток, то 30. Но это особенности напоминаю, потому что два дня привязаны именно к новолунию, и их не соотносит с заходом и восходом. Дело в том, что для вас может показаться эта информация несколько запутанная, но с нее надо начать для того, чтобы у вас было понимание, что то, что для нас привычно по отношению к Солнцу, точно так же, собственно говоря, должно быть привычным и по отношению к Луне. Потому что, если мы уже решили, что Луна играет достаточно серьезную роль в нашей жизни, мы должны хотя бы понимать, на что нам обратить внимание в календаре и как это можно использовать в нашей жизни. Итак, вы поняли, что Лунный месяц представляет собой 29 или 30 лунных суток. Что Лунные сутки длинее солнечных, которые мы привыкли осознавать 24 часа наших суточных, длинее на 48 минут. И когда мы берем отрывной календарик, глядя на то, какие у нас зашли Лунные сутки, мы запросили, когда у нас будет полный объем информации, мы всегда будем знать, как нам спланировать жизнь. Вот если бы это казалось столько дел, может я не стала бы вам рассказывать так много об этом. Но ведь Лунный календарь можно использовать, как вы поняли, в садоводческом деле, это совершенно очевидно. Пересадки ваших комнатных растений, подобрать наиболее подходящие для этого время, когда растения хорошо приживаются, к этим Лунным суткам можно приурочить плановые операции, если они таковые у вас возникают. Вы можете прихорашиваться и косметические процедуры привязывать к Лунным суткам, поскольку все-таки за красоту нашу тоже отличает Луна. Так видите, уже у нас получается разносторонняя история. Вы можете, например, назначить уборку в социальном доме в свете Лунных дней. В какие-то дни у вас это будет лучше получаться, потому что вам будет Луна в руку, в какие-то это будет напрасно затраченные усилия, ничего у вас не выйдет, вы себе только издергаете, и удовольствие этот процесс для вас не будет представлять. Под Лунные сутки можно приурочить походы к парикмахеру, потому что Луна влияет также на густоту и на красоту ваших волос, а также на то, как удачно будет прическа. Дело в том, что, конечно, мастерство парикмахера никто не умаляет, но именно Луны и сутки способствуют тому, насколько удачно будут отрастать после этой процедуры ваши волосы, насколько они будут густыми, как удачно пройдет покраска и так далее. Так что, можно поэкспериментировать и при наличии должной информации у вас появится очень хороший помощник, когда и что максимально успешно делается. Итак, коль мы уже заговорили с вами за Лунный месяц, то вы должны понимать, что делится он на четыре фазы. И эти фазы вы должны знать и иметь их всегда в виду. Вот часто говорят, делайте ритуал на растущей Луне, делайте ритуал на убывающей Луне. Что имеется в виду? Опять же, помните, пожалуйста, что растет или убывает Луна в зависимости от фазы своей расцветия. И прежде всего, коль мы сказали, что лунные сутки первые связаны с новолунием, о новолунии мы и говорим. Сначала наступает новолуние, потом так называемая растущая Луна, которая растет в первой и второй фазе. Потом наступает полнолуние, когда она набирает свой полный круг и начинает убывать. То есть, соответственно, фаза убывающей Луны. И так вот легко и просто, дорогие мои друзья, вся жизнь Луны начинается с новолуния, новая Луна. Это тот зарождающийся месяц, который стремится стать полной Луной. И, соответственно, пока он растет, это так называемая растущая Луна в первой и второй фазе. И вот, наконец, Луна достигла полного своего совершенного диска. После этого, побыв с нами в этом полнолунии, она начинает потихонечку уменьшаться. И наступает для нас понятие убывающая Луна, то есть, третья и четвертая фаза. Вот и все тонкости, которые вам необходимо знать. По-моему, вполне все прекрасно. Но куда это можно, дорогие мои друзья, применить? Помните, пожалуйста, что на растущей Луне всегда удается то, что нужно сделать в первую очередь. Луна растет, растут с нею и ваши пожелания, планы и прочее. А вот на убывающей Луне обычно избавляются от того, чего бы следовало избавиться. И растущая Луна нам в помощь, когда мы хотим избавиться, убывающая Луна в помощь, когда мы хотим избавиться от наших болезней, от душевных переживаний, от того, что, в общем-то, давно требует того, чтобы от него избавиться, тут нам в помощь именно убывающая Луна. Поэтому, если знаем такие нюансы, уже у нас первые задатки планирования, собственно говоря, в некотором смысле вырисовываются. Теперь конкретно немножечко капельно о каждом из периодов нашей Луны. Итак, поговорим о новолунии. Новолуния на небе наблюдать практически невозможно. По той простой причине, что Луна стоит практически на одной прямой между Солнцем и Землей. Поэтому мы не можем видеть это новолунии. И только иногда в ясную погоду, благодаря отраженному свету от Земли, мы можем видеть какой-то пепельный диск. Но это достаточно редкое явление. Скорее всего, мы о нем прочтем в нашем календаре, который нам торжественно заявит, что наступил период новолунии. Чем, собственно говоря, ознаменовывается для нас новолуния? Вот как человек в момент рождения совершенно беззащитен и перед всеми превратностями судьбы, так же беззащитна в этот момент и самая Луна, которая переживает момент рождения. В этот момент она максимально мало влияет на Землю, она занята собой, она хворает, она рождается, у нее другие заботы. Поэтому считается, что, собственно говоря, люди невольно начинают испытывать на себе тот же некий пессимизм, так сказать, болезненное состояние, которое испытывает в этот момент Луна. Люди уходят в себя, те, кто особенно зависимы от Луны, есть такие знаки зодиака, например, тот же самый рак, они в этот момент чувствуют себя не в своей тарелке. Иногда им хочется сплотнуть без видимых причин. Ну, то есть такое состояние какой-то неуверенности в себе, уход в себя. Поверьте мне, это состояние неизбежное, его не надо пугаться, его надо правильно просто использовать. Я сейчас вам два слова буквально объясню, как переживать надо правильно на Луне. И, поверьте мне, даже в самом таком зыбком и самом неуверенном состоянии, в котором пребывает наше ночное светило, можно найти очень полезные для себя моменты, которые надо реализовать. Итак, дорогие мои друзья, как правило, в новолуние лучше затаиться. С чем это еще связано? Во-первых, в этот момент ваша иммунная система, которая тоже напрямую зависит от Луны, она находится в некотором пораженном состоянии. Вы чувствуете недомогание. И если вам судьба заболеть, как правило, это приключится с вами именно в новолуние, потому что ваша иммунная система в этот момент также беззащитна. Что необходимо сделать? Периоды новолуния очень прекрасны для того, чтобы не заниматься никакими активными действиями. Это время для того, чтобы собраться с мыслями, почитать, навести порядок в собственной голове, спланировать какие-то дела, которые вы обязательно начнете реализовать, как только новолуние сменится фазой растущей Луны. Растущую Луну пропускать никогда нельзя. Но мы пока не будем забегать вперед, все-таки вернемся к новолунию. Так, это период. Никогда не планируйте никакие активные действия, там, например, какие-то походы, требующие физических нагрузок. Тренировки, если вы ходите в спортивный зал, тоже надо минимизировать, то есть каким-то образом не перегружать организм. Это все не пустые разговоры. Дело в том, что даже если вы сильно захотите каких-то спортивных ударных результатов от себя добиться, у вас это вряд ли получится. Как и Луна находится в состоянии такого болезненного, пессимистического состояния, так и вы будете примерно находиться в таком же состоянии. Как бы вы не усердствовали, как бы вы себя не подстегивали, как бы вы из себя чего-то не выжимали, физически вы будете неуспешны. Поэтому читаем, отдыхаем, общаемся с семьей, думаем о хорошем, планируем наши ближайшие дела. По-моему, прекрасное время для того, чтобы все-таки подумать над собственной жизнью. А все, напоминаю, активное, новое и прочее не планируем. В Новолунии это не лучшие дни для того, чтобы этим заниматься. По-моему, все, что нужно, я вам сказала. И самое главное, вот эти приступы меланхолии и пессимизма, которые на вас нападают, переживите спокойно. Если вам чувствуется, что вам уже нужна помощь, попейте мятного чая с медом. Тоже очень здорово. Или посмотрите какой-то добрый, прекрасный фильм. То есть, переждите этот период, когда вам будет казаться, что все, хочется сплакнуть, жизнь не сложилась, все кругом вас не понимают, не любят. Вы хандрите, как хандрик Луна. Не подливайте масло в огонь, наберитесь сил. Впереди у вас очень будет продуктивный период. В зависимости от изменения расположения Земли, Солнца и Луны, вы потихонечку после Новолунии будете видеть нарастающий диск. Это говорит, что время для хандры пора уже откладывать в сторону. Перед вами открываются возможности растущей Луны. Итак, дорогие мои друзья, сигналы для того, что надо мобилизироваться, вам, как говорится, будет видно в окно. Как только вы увидели молодой месяц, который начинает набирать свою силу, пора браться за то, что вы давно уже откладывали, но очень хотите, чтобы оно реализовывалось. Допустим, вы хотели что-то приобрести, или, например, хотите там сменить работу. Да мало ли что вы там хотите, такое глобальное. Преурочите все эти дела именно на период растущей Луны. Растущая Луна – это время накопления сил. Вы почувствуете прилив уверенности в себе. А также ваши покупки, сделанные на растущей Луне, они считаются весьма перспективными. Поэтому вот вам уже примерно вырисовывается программа вашего планирования. Первые, вторые, третьи Луны сутки – это прекраснейшее время для того, чтобы ворваться, дорогие мои друзья, в реализацию ваших заветных мечт. Поэтому, еще раз напоминаю, период растущей Луны для всего, что вы наметили, для реализации ваших дел, для покупки того, что вы хотели, для походов к косметологу, для походов, например, собственно говоря, для любых походов. Отсиживаться будете потом, когда Луна будет убывать. Самое время ворваться во все, что вам необходимо. И вот в наших ритуальных вещах, помните, когда мы делаем ритуалы на прирост денег или прочего, 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 это все очень рекомендовано делать на растущую Луну. Как растет Луна, так будут расти ваши доходы. Так гласит народная мудрая магия. Вот. Я все-таки склонна ей верить. Если бы я не верила, я бы о ней не говорила. И вот мне уже приходилось в комментариях читать, как я отношусь, например, к ритуалам, связанным с кошельком, с деньгами, к маслу почули, а также, собственно говоря, к розмарину, который кладут в кошелек и прочее. Отношусь весьма позитивно. Мне все равно, дорогие мои друзья, что поможет моему кошельку обретать деньги. Я лично для этого даже носила кусочек корня хрена. И вычитала я это, собственно говоря, в соответственной книге. Ведь пока не положишь, не проверишь. Я не могу сказать, что мой кошелек распух до миллиона, но мне показалось, что в этот период у меня был достаточно стабильный, небольшой, но прирост финансовых средств. Поэтому периодически я в свой кошелек подкладываю то мяту, то хрен. Надеюсь на то, что кто-то из них будет особенно щедр для моего кошелька. В принципе, можете пробовать. Эти все ритуальные вещи, они придуманы не нами. Это давняя традиция народная. Она все равно во что-то надо верить, дорогие мои друзья. Без веры человек теряет всякую надежду на реализацию своей мечты. Угасает как светильник. И соответственно рассчитывать ему в этот момент практически уже не нужно. Поэтому кладу сама и вам рекомендую. Но все это надо делать, дорогие мои друзья, именно в период растущей луны. Особым моментом в фазе растущей луны является первая четверть. Именно во время этой первой четверти вы увидите, как луна во время роста разделилась на две равные половины. Одна из них будет на свету, вторая во тьме. Собственно говоря, в народной магии, а также, собственно говоря, я еще раз напоминаю астрологию. В некотором смысле, в отличие от астрономии, она является все равно наполовину мистической наукой и структурой. Поэтому там используются такие понятия, как, собственно говоря, борьба сил добра со злом. Поэтому в данном случае и вам повторю то, что давно уже выучила и знаю. Вот когда луна наполовину на свете, а вторая половина ее во тьме, это лишнее напоминание нам, людям, что в мире достаточно сил, которые желают завладеть нашей человеческой сущностью. Некоторым особо людям, разложившимся, у которых нет принципов, совершенно понятно, какая часть луны на них будет влиять. И чем больше в них грязи, тем масштабнее будет влияние черной половины луны на них в этот период. Люди, которые же все-таки держатся ближе к свету, несут доброе, вечное, добрые, честные и, ну как бы, человечные, на тех, конечно, будет влиять та сторона луны, которая находится на свету. Поэтому, как говорится, каждой сестре по серьге, что, как говорится, в себе носите, то и получите. Но именно когда наступает первая четверть, и вы видите ровно две половины луны, вы будете испытывать влияние тех сил, которые имеют над вами власть. Если демоническая сущность у вас сильнее, у вас будет просто прилив сделать кому-то гадость, и вы просто не будете находить себе место, вас будет просто свербит, кому-то отравить жизнь или сделать какой-то нелицеприятный поступок. Если вы чувствуете на себе именно такие эмоции, задумайтесь, может быть, вы и живете не так, как вам нужно, пора что-то с собой делать. Так что первая четверть, когда половина луны на свету, а вторая в темноте, это мерило в вашей человеческой сущности. Так что советую сверить в свой компас с луной, подумать, все ли с вами благополучно. Было замечено, дорогие мои друзья, что новолуние и та его фаза, о которой мы только что говорили, это очень сложный период для человечества. Получается, когда на вас влияет и добро, и зло одновременно, в людях возникают неконтролируемые всплески агрессии. Так или иначе, когда был проделан маленький анализ по поводу, что происходило в те или иные новолунии, выяснилось, что были всплески действительно неконтролируемой агрессии. Это раз. Всяческие восстания, всяческие неудовольствия, например, там толпами переворачивали машины или делали еще что-то. Напоминаю, это влияние на вас умеет. Я рекомендую, если вы чувствуете в себе повышенную эмоциональную агрессивность, держите ее, пожалуйста, под контролем. Это явные сигналы к тому, что вы открыты, ну давайте назовем это, я знаю, мрачным, сатанинским силам. Вы не защищены от них. Вы им подходите по духу. Вы открыли ворота. И если ничего с этим не делать, то, вероятно, они вас поглотят, съедят. Для вас это, может быть, будет незаметно. Портрет ваш не испортится. В зеркале вы себя будете узнавать, но ваша душа станет чернее той половины черной луны, о которой мы сейчас говорим. Ну, это так, для общего размышления. Итак, дорогие мои друзья, с одной стороны, растущая луна – это великое благо. Она у нас растет вплоть до полнолуния. Поэтому этот период не забудьте использовать по полной программе для своих заветных, важных дел. Когда заканчивается первая четверть, и когда луна в равной степени разделена между светом и тьмой, вы в себе почувствуете тот или иной прилив эмоциональности. В любом случае, даже самых светлых людей будет посвящать желание поскандалить, выяснить отношения, в конце концов, выговориться и сказать всем, что вы о них думаете. Стоит ли это делать? Думаю, не стоит. Вот. Поскольку я вообще считаю, что скандалить надо в самых крайних уже, в самых, ну, таких уже исключительных случаях. В остальном, надо все-таки пользоваться дипломатией, пытаться сохранить себе человеческую сущность. Ну, все. О периоде растущей луны мы поговорили. Плавно переходим к следующей фазе. Итак, наша луна росла, росла и активно пришла к полнолунию. В полнолунии луну мы видим всегда. Она над нами возникает во всем своем непревзойденном величии. Мы полностью видим освещенный диск. Некоторые очень тяжело реагируют на полную луну. И я вообще всегда рекомендую в полнолунии окна держать зашторенные. Некоторые любят спать без штор. Но очень беспокойно спят, когда наступает полнолуние. Это неудивительно. В полнолунии луна максимально влияет на нас. Ну, максимально. Но уже больше некуда. Поэтому, соответственно, люди видят беспокойные сны, часто просыпаются, им как-то неуютно выглянуть в окно, а над ними вот такое блюдо. Конечно, это тяжело. Мы все зависим от луны. Если океаны послушны луне, то что мы из себя представляем, песчинки, даже не песчинки, я боюсь даже назвать ту мелочь, которую мы представляем собой в мерках мироздания. Поэтому, конечно, нам трудно и тяжело. Поэтому в некоторой смысле это дискомфорт. Но зато полнолуние – это эпогей, что ли, всех ваших деяний и мечт, которые вы напланировали в течение растущей луны. Вы заложили первые ростки в надежде на то, что растущая луна вам в помощь. Вот полнолуние в состоянии уже до конца реализовать все, к чему вы стремились. Это, так сказать, финальный аккорд. Мощь луны настолько сильна, что она позволяет вам, собственно говоря, получить то, к чему вы стремились. Так что к полнолунию надо подойти уже с какими-то делами, которые вы заложили в плату растущей луны. Итак, для ваших дел полнолуние – это прекрасно. Но я вам уже сказала, что луна на вас влияет максимально. В некотором смысле ее влияние настолько мощное, что у вас сильно напрягается ваш эмоциональный фон. Многие замечают, что период полнолуния, они становятся эмоционально раздерганными, просто раскаленными. Нервная система просто как струна. Вот за цепи она звенит. Все раздражается и не так. Истеричность появляется, особенно у дамского пола. Но почему тут удивляться, поскольку луна на женщин влияет особенно яростно, то, соответственно, дорогие мои дамы, вы почувствуете полнолуние, что вам просто как воздух нужно довести всегда отчаяние, вам хочется кричать, вы истерикуете, вы на себе волосы дерете. Причин для этого эмоционального стресса у вас нет никаких. Просто вы на себя ощущаете влияние луны. Но коль причин нету, извольте себя держать в рамках. Вот видите, что в календаре наступает полнолуние. Я вас предупредила, что с вами возможны вот такие приключения метаморфоз. Так напишите себе в своем ежедневнике, что возможно вас будет пушить. Значит, в этот момент максимально запасаемся успокоительными. Есть прекрасные препараты, там, персена, какие-нибудь валерьянки, мята, которые я рекомендую всем и каждому, поскольку она не вызывает никакого дискомфорта у вашего организма, а позволяет нервной системе превоходить чувства. В конце концов, есть и другие препараты. Вот как раз полнолуние пару таблеточек себе это дело запасите. Ваш эмоциональный фон придет в баланс, вы себя будете прекрасно чувствовать и не начудите в этот момент, потому что возникают скандалы на ровном месте, потом вы о них будете жалеть, а на протяжении потом, например, нескольких недель вы будете чувствовать постоянно послевкусие этих эмоциональных срывов в полнолунии. Поэтому очень вас прошу. Это совершенно не обязательно, поддаваться под влияние Луны и устраивать истерики. Но и мужчинам надо кое-что знать про полнолуние. Дело в том, что в этот момент полностью рассеяно внимание. Такое ощущение, что вы тысячу раз ездили по этой дороге и уже знаете все с закрытыми глазами, но именно в полнолуние начинаете чудачить, подвержены всяким несчастным случаям и прочее. Поэтому, дорогие мои друзья, полнолуние – это период повышенного внимания, отсутствие риска, взвешенных действий, взвешенных слов и полного контроля над своей нервной системой. Люди, которые имеют психические заболевания или психологические проблемы, именно в полнолуние испытывают приступы бессонницы, ну и, соответственно, получают рецидент своих психологических заболеваний. Но если вы уже давно наблюдаетесь у психиатра, вы прекрасно можете получить какие-то рекомендации насчет приема лекарств. В любом случае, дорогие мои друзья, бессонница может свалиться на голову каждому человеку. Мы живем сейчас в стрессовое время, сон первый начинает реагировать на нашу перегруженную нервную систему. Ну а полнолуние – это, как говорится, как отчинаш. Поэтому прошу вас какие-то препараты иметь под рукой на период полнолуния. Вы думаете, что я, например, сейчас сгущаю краски. Жили вы при всех полнолуниях, и все было с вами хорошо. Все хорошо до поры до времени. Пока ваша нервная система, которая может быть уже потрепана до этого, не получит окончательный аккорд от полной луны. И тут вы сорветесь, и вас понесет по ухам вам. Вот для того, чтобы это не было, пусть вы никогда не воспользуетесь этими препаратами, но на всякий случай, пусть лежат. Ваша нервная система в период полнолуния будет исключительно расширена. Полнолуние, как бы еще слова такая двоякая. С одной стороны, считается, что полнолуние именно в период разгола всякой нечисти. Под полной луной у нас, как вы помните, и русалки поднимаются с глубин. И, собственно говоря, топленницы устраивают свои грустные песнопения под полной луной. То есть с этим все понятно. Если уж где упоминается полная луна, так обязательно при мистических ритуалах и прочем, прочем, прочем. Но с другой стороны, вы очень удивитесь, что многие религиозные праздники также привязаны к полной луне. Поэтому сказать, что это хорошо или плохо, я вам не скажу. Просто, собственно говоря, понятное дело, что полная луна – это событие в жизни каждого человека. В некотором смысле она привносит эмоциональный негатив, но с другой стороны, она невероятным образом помогает реализовать ваши планы. Поэтому мы все воспринимаем с позитивом и максимально готовимся. Негатив будем от себя гнать, психозы свои будем держать в узде. А планам, которые у нас реализуются, у вас зарадуемся и отдадим должное спутнику нашей Земли, который верой и правдой нам служит. Правда, мы иногда не знаем, как использовать эти силы, но, надеюсь, с моей помощью вы теперь по-другому воспользуетесь энергиями этого светила. После полной лунии мы автоматически подходим к новому состоянию Луны, которое называется убывающая. Земля движется в рамках своей орбиты. Потихонечку светило начинает из полного превращаться, все меньше и меньше мы его видим, пока оно практически опять не сойдет на нет. И вот это убывающее состояние нашей Луны всему новому, а также нашим планам «хочу», «могу» и «желаю» уже не способствует. Это время, то, что у нас в нашей жизни называется увядание и старость, а в лучшем смысле этого слова – подведение итогов и сбора урожая. Так что меня больше греет вторая часть этого марлисонского балета. Я подвожу итоги и собираю урожай. Но оно и не удивительно. Первую часть лунного месяца мы готовились к реализации. Возможно, полная луни реализовалась, и сейчас имеем возможность воспользоваться плодами наших художников. Так что ничего особого такого в убывающей луне, уж очень плохого, я не вижу. Это все естественно. Надо просто правильно расставить акценты в этот период. В процессе убывания луны, опять же, важна та часть, когда луна убудет до своей естественной половины. Вы вновь увидите перед собой лунный диск, половина которого будет на свету, а половина во тьме. В отличие от такого же состояния луны во время ее роста, это тоже период особого испытания, как вы понимаете. Но поскольку луна убывает, накал страстей, который вы будете испытывать в этот период, конечно, уже с растущей луной не сравнится. Все будет гораздо тише, спокойнее, но все равно это вас будет будоражить. И вновь добро и зло будут бороться за вашу душу, за вашу сущность. Поэтому вы получите еще один урок за этот месяц, когда вы почувствуете в очередной раз, находитесь ли вы на стороне добра или на стороне зла. И в зависимости от тех эмоций, которые вы будете испытывать в период, когда луна наполовину разделится между светом и тьмой, вы опять сделаете выводы. Что-то изменилось в вашей судьбе, что-то вы себя, может, по-другому чувствуете, может, на вас уже не так влияет этот период, может, вы уже начали очищаться и так далее. То есть это период размышлений. Казалось бы, для чего вообще размышлять над собой? Многие вообще считают, что они настолько эксклюзивны, что вот я такой, и вы меня аж таким вот принимаете, и ничего я с собой делать не буду, это вы меняетесь ради меня. Вот эти люди самые несчастные. В некотором смысле я бы скатала даже убогие, пусть они на меня не обижаются. Если человек так в себя влюблен, то, вероятно, он уже себя назначил Богом, может быть, найдется, кто к нему сейчас уже выстроится, и будут ему в ноги кланяться, и Богу на него молиться. Извините, дорогие друзья, это уже, я считаю, диагноз, и называется он манией величия, и к нормальному состоянию человеческой души отношения не имеет. С этим уже надо обращаться к профессионалам. Это, знаете, как в фильме. А где у нас прокурор, то там же, где и Наполеон. Я думаю, что, в принципе, все Наполеоны это туда. Человек, думающий и разумный, всегда должен меняться для тех, кого он к себе приручил, и с кем разделять свою жизнь. Вот это вам такой урок. И если вдруг в момент, когда Луна ровно наполовину находится на свету, или во тьме, у вас навещают мысли, что вы божественны, и вас надо любить таким, как вы есть, я думаю, что вам уже пора лечиться, как минимум, дорогие мои друзья. Всем остальным желаю благополучно это все пережить и настроиться на позитив. Это период эмоциональных срывов, выяснения отношений, конфликтов. Почему я об этом говорю? Да потому что, дорогие мои друзья, Луна в первую очередь влияет на наш эмоциональный фон. Если разобраться, откуда у нас возникают приступы скандальности и прочее, поверьте мне, это не от Солнца и не от вашего знака зодиака. Как правило, все это в вас рождает Луна и заставляет вас исполнять эту арию по тому или иному сценарию, в зависимости от вашей внутренней начинки. Все эмоциональные всплески, переживания, состояние влюбленности и прочее прежде всего относятся к влиянию Луны. Так что не удивляйтесь, что именно она влияет на ваш характер, а также на то, каким вы кажетесь людям. Так что вот так вот. Для чего используется в основном энергия убывающей Луны? Ну, для всего, от чего надо избавиться. Если это перевести на бытовые рельсы, то прежде всего для завершения дел, это раз. Второе, для, например, если вы давно хотите избавиться от излишнего веса, начинать эти мероприятия нужно на убывающей Луне. Если вы хотите избавиться еще от чего-то, тоже приурочите это к убывающей Луне. Очищение организма, избавление его от шлаков, в общем, от всего, что уже пора, от чего освободиться, все это приурочите к убывающей Луне. Вот у вас примерно возникает планирование вашего месяца. Это легко совершенно запомнить. Видите в календаре растущая Луна, значит, вы планируете что-то важное для себя, то, что надо реализовать. Видите убывающая Луна? Это говорит о том, что начинать нового мы не будем. Подгоняем старое и освобождаемся от того, что нам не нужно. Вплоть до того, что именно под убывающую Луну можете переурочить генеральную уборку, выкинуть, наконец-то, все, что вы там накопили годами, с чем не могли расстаться, навести порядок и прочее. Так что вот так вот легко и просто можно спланировать свою жизнь. Как понять даже визуально, что период убывающей Луны заканчивается? Она превращается в едва заметный серп и потом как бы исчезает вообще из поля зрения. Это говорит, что наступила новолуния. Соответственно, Луна вступает в фазу возрождения, то есть она как феникс умирает и возрождается вновь. И цикл повторяется в следующем месяце. Так что все настолько, как говорится, традиционно. Запомним один раз. Вы всегда сможете потом спокойно ориентироваться и правильно планировать свою жизнь. Ну и в конце нашего рассказа поговорим, конечно, о лунных затмениях. Я уже вам говорила, что такое явление бывает. Он отбывает солнечные лунные затмения. Полные или неполные, в зависимости от того, как нам повезло в том или ином году. Но, конечно, дорогие мои друзья, это нечто эксклюзивное в жизни наших планет. И, соответственно, на нас оно оказывает достаточно серьезное влияние. Не учитывать это явление невозможно. Ну вот откуда берется, например, солнечное затмение? Все зависит от того, как располагаются наши планеты. То есть Луна, Солнце и Земля. Получается, в момент солнечного затмения, что это так называемая новолуния Луны, которую обычно мы никогда не видим, неожиданным образом Луна становится видной, поскольку она находится напротив Земли и Солнца, стоит с ними в одной линии. То есть своим лунным диском, который мы обычно не видим, начинает перекрывать Солнце. И тогда потихонечку у нас на глазах лунный диск надвигается на Солнце, и среди дня наступает ночь. Это если мы, например, видим полный затмение. Это редчайший случай и всегда приурочен с новолунием, дорогие мои друзья. Просто Луна начинает закрывать Солнце. Для нас это сейчас обыкновенное научное явление, скажем так, если не рассматривать эмоциональную часть этого вопроса. Ну а в древности это был предмет устрашения, паники и прочее. Египетские жрецы, которые в астрономии были очень сильны с древних времен и знали о солнечных и лунных затмениях, Вот этот простой люд, который панически боялся исчезающего Солнца и считал, что это гнев великих богов, они это использовали в своих ритуальных целях. Точно знаю, когда будет затмение, собирали большие толпы народа и говорили, что вы должны нас почитать и уважать, и все такое разное, иначе мы, напустим, так сказать, Солнце исчезнет. И тут начиналось это затмение, все падали в ниц, все клялись им великой верности и так далее, потом осыпали им золотом, так и можно жить. Всего-то навсего они знали, когда в этом году будет затмение, использовали это в своих карстных целях. Мы же сейчас можем его просто наблюдать в виде, так сказать, интересной исторической и природной, ну, так сказать, ну, я не знаю, картины. Многие ждут этого затмения для того, чтобы на него полюбоваться. Ну, это, конечно, здорово. Теперь мне осталось только поговорить, как оно влияет на вашу и нашу, и на жизнь Земли. Говорят, что солнечное затмение очень правильно используют для избавления чего-то глобального. Ну, например, чтобы вам было понятно, развестись, например, в день солнечного затмения, если вы знаете это заранее. Говорят, что это будет радикально, решительно, без всяких потом угрызений совести и сомнений, которые испытывают люди после совершенных подобных тем. То есть, если что-то нужно отрезать глобально, вот так, чтобы без оглядки, раз и навсегда, это лучше всего делать в дне солнечного затмения. То есть, избавиться от чего-то навек. Вот таково явление. Но стоит поговорить о лунных затмениях, которые используют чаще и продуктивнее. И я вам сейчас расскажу, как. Лунные затмения, которые происходят в полнолунии Луны, они менее зрелищные, конечно, чем солнечные, но, тем не менее, в эзотерической практике используются гораздо чаще. И опять же, вся энергия Луны в этот момент направлена на ликвидацию тех проблем, от которых вы хотите, в конце концов, испариться. Как использовать период лунных затмений? Дорогие мои друзья, точно так же избавляемся от ненужного, надоевшего, которое надо отрубить, но как-то руки не доходили или сил не хватало. Значит, используется 3 дня до лунного затмения. С каким расчетом? Во-первых, вы точно узнаете дату. Я в этом году вам все рассказывала, когда солнечные, когда лунные затмения. Так что для вас это уже не новость. За 3 дня готовитесь. Перво-наперво на лиске бумаги пишите, от чего вы хотите избавиться. То есть список того, что будем отсекать. За 3 дня до затмения список у вас готов. Соответственно, утром и вечером начинайте принимать душ. Душ в этот момент очищает вашу душу, настраивает вас на, собственно говоря, решительные действия по ликвидации того, что вам уже не нужно. Это раз. И держит под контролем нервную систему, которая обострена в период лунного затмения. Каждый вечер, а делаем это все за 3 дня до лунного затмения, вы читаете свой список того, что вы хотите ликвидировать. То есть это все делается перед сном, потом листочек откладывается, и вы благополучно засыпаете. В день лунного затмения ваша последняя процедура. То есть накануне его вы, собственно говоря, прочитали, на следующий день затмения, и ждите, когда наконец-то избавитесь от того, что вам давно надоело. О чем можно просить? Об избавлении от нелюбимого супруга или супруги, если у вас на этом пути возникли препятствия. Избавление от пороков всякого рода, алкоголизм, курение, наркомания, можете пробовать, хотя бы вам будет способствовать луна. То есть от избавления от всего, что, собственно говоря, вас давно томит. Так что вот таким образом используются лунные затмения. Ну что ж, мы на все эти темы с вами поговорили, и у вас в голове, надеюсь, возникла некоторая ясность. Вы теперь понимаете, что каждый месяц луна живет по определенной цикле личности. Она рождается, растет, доходит до своего яркого диска, который он присоедет во всей красе, и начинает убывать. И вновь доходит до состояния, когда ей приходит время возрождаться. Так что если что-то не успели в один месяц, то же самое можем себе запланировать. Во второй лунный месяц использовать этот цикл по, ну так сказать, по возможностям и пожеланиям своим. Теперь вы уже точно знаете, когда что удается, в какой период. Ну что ж, нам остается сейчас только попрощаться, но в следующем видео мы все ближе и ближе будем подходить к конкретике. У нас третье видео будет посвящено лунному календарю, когда я вам дам очень незначительный обзор каждого лунного дня, для того, чтобы вы понимали, что лучше к чему приурочить. То есть мы поговорим о лунном календаре. С вами была Елена. С вами была Елена.